Наступный брифинг народа депутата от фракции объединения самопомощи Семена Семенченко. Продолжает поступать на территорию неподконтрольную Украине, продолжает пополнять их бюджет. Хотелось бы обратить ваше внимание, что 2 декабря 2016 года было обнародовано решение определения Северодонецкого городского суда, где содержались выводы Службы безопасности Украины, о том, что с каждой тонны угля, которая закупается от центра Энерго для того, чтобы сжигать наших котельных, закупается на предприятиях подконтрольных террористам, 47% идет в качестве налогов непосредственно в бюджет так называемой ЛНР. Это миллиарды гривен. То есть что происходит? Каждая мать, каждая сестра, каждая жена, отправившая своих родных на передовую, которая потом платит за электроэнергию, она платит в том числе зарплату террористам, в том числе она платит деньги, на которые они закупают себе амуницию, и в том числе благодаря подобной политике продолжается война. Почему за три года все наши хозяйственники не сделали ничего для того, чтобы переделать наши котельные под уголь Волыни, под уголь Львова, под уголь той же самой Донецкой области, не антрацитовских групп? Почему сейчас, несмотря на то, что Кадмин дал разрешение на закупку угля на Роттердамской бирже, продолжается завоз эшелонами каждый день угля с России, угля с подконтрольных территорий? Не потому ли, что под заявление о том, что нужно поддержать наших граждан, оставшихся в оккупации, наши олигархи, а также чиновники продолжают набивать свои карманы на вот этом зазоре, не закупая в ЮАР, не закупая на Амстердамской бирже, а закупая в копанках Донецкой и Луганской области, откуда идет финансирование боевикам? Что происходит сейчас на линии соприкосновения? Из России идет контрафактное, контрабандное топливо, из так называемой ЛНР-ДНР идет контрафактные сигареты, в том числе фабрики Хамадей, идет алкоголь, идут лекарства, идет золотые украшения, которые производятся на этих территориях, перемещаются на нашей территории. И только после того, когда ветераны войны за независимость заявили о начале блокады торговли с террористами, фискальная служба начала задерживать партии сигарет, подвесить 300 тысяч пачек, а до этого они рассказывали, что борются с смешанными жителями, которые проводят сало, провозят небольшое количество сыра на ту территорию. Не потому ли мы не наблюдаем в электронных декларациях руководство фискальной службы, главного военного прокурора, прокурора сил АТО, людей, которые в СБУ занимаются борьбой с коррупцией, колоссальные суммы, которые многие из них не могут задекларировать? Почему до сих пор, после трех лет войны, не прекращены контрабандные, контрафактные потоки на нашу территорию? Почему до сих пор Кабинет Министров не прекратил поставку на оккупированных территориях стратегического сырья? Все это наводит на мысль, что здесь, кроме тотальной коррупции, существует в том числе, давайте говорить, вещи со именами, государственная измена. И когда говорят о том, что Россия финансирует террористов, не нужно забывать, что в результате деятельности таких чиновников украинский государственный бюджет, карман каждого украинца, финансирует тоже свою часть этой бойни. Нам необходимо помнить, что благодаря хлопцам, которые сейчас находятся на Востоке, страна получила время победить коррупцию, получила время стать сильнее. Здесь мы видим абсолютно обратный процесс. Я призываю народных депутатов Украины принять решение, либо законопроект про оккупованные территории, чтобы прекратить это позорное явление финансирования терроризма, либо добиться от Кабмина постановления о том, чтобы запретить это постановлением Кабмина. И последнее. Я считаю, что каждому депутату должно быть стыдно, что вместо них пытаются навести порядок сейчас на фронте отставники ветераны АТО, которые два года защищали Украину на передовой, а сейчас приехали для того, чтобы остановить вот эти вот товарные потоки. Вместо нас, вместо фискалов, вместо избушников. И последнее. Сейчас там в цокольном этаже происходит выставка, последний блокпост. Там фотографии, там личные вещи хлопцев, погибших в Иловайске. И я надеюсь, что каждый депутат, который пойдет и посмотрит туда, он, может быть, нажмет кнопку «За», вместо этого невнятного блеяния про львовский мусор, который мы здесь слышали, и прикатит это финансирование. Потому что каждая человеческая жизнь бесценна. А жизни наших хлопцев, которые пролезли за Украину, бесценны вдвойне. Дякую.